у нас вторая часть продолжения наших выпусков о мирных мирных черкесах в прошлом выпуске мы говорили про регион кабарда пятигорья сейчас перемещаемся на запад западным адыгам и поговорим об одном из направлений это анапский горский полуэскадром это побережье это район современная на константин понял спасибо продолжаем и так как совершенно правильно сказал виталий наш разговор пройдет пойдет уже о другом конце черкесского мира ну то есть расселение адыгов если воспринимать там оттаманского полуострова до кабарды то вот как раз с одного конца с кабарды мы переносимся на район там анапы новороссийско современный на другой конец запад западная часть черкесского мира побережье черного моря тем более что даже в чем-то может быть это символично потому что мы упоминали что кабардинцы одни из первых завершили свою ну скажем так условно войну с россией одни из первых перешли в категорию уже замирившегося мирного населения то приморские шапсуги убыхи они воевали против россии дольше всех адыгов да это факт с этим никто как бы спорить не не будет и казалось бы ну враждебное население то есть вот не мирные до держались там до 1864 года когда уже там других концах кавказа уже и забыли уже противостояния тут вот на тебе вопрос где в этой среде то мирные черкесы были ну вот как совершенно правильно сказал виталия в основном это категория натухайцев живших в районе анапы то есть в первую очередь если мы говорим о мирных черкесах на среде западных адыгов живших на прибережье и также конечно же натухайцы вокруг анапы жившие поэтому наш рассказ пойдет о них о том как вот в то время спокойно рядом жили русские поселенцы и черкесы причем не только в анапе но и соседних там станицах рядом с ней вот а тех комендантах русских комендантах крепости анапы кстати русских немцев бринки и роти фамилии типично немецкие как они налаживали отношения с соседними племенами аулами точнее натухайскими а миновой торговли о праздниках и балах в крепости в городе на которых присутствовали черкесы ну в конце концов упомянем видимо о школе для мальчиков аманатов то есть обо всем вот об этом пойдет наш рассказ дальше а что он пошел конкретно ну вот перед нами фрагмент из работы михаила федоровича федорова называлась она походные записки на кавказе с 1835 по 1842 год она была опубликована в третьем томе кавказского сборника ну вот фрагмент мы читаем летом 1840 года федоров автор записок служивший в тенгинском пехотном полку из черноморий прибыл в анапу где его начальство оставила служить при анапском коменданте полковники фон бринки и здесь вот как раз федоров рассказывает что подробно рассказывает повседневную жизнь местных поселян которые размещались в крепости где для них были построены довольно удобные домики кроме всего еще они жили в четырех станицах благовещенской джимитей витязевой и николаевской но потом была крымская война и сам гарнизон анапа был эвакуирован и вот эти вот анапские поселенцы из этих станиц ушли в черноморье но это было потом через десять с лишним лет станицы были обнесены плетнем с присыпанным к нему банкетом но преступкой для на углах станичная град и на барбитах стояли крепостные орудия все жители были вооружены и по тревоге все без исключения обоего пола причем даже дети могущий поднять камень обязаны были выходить к ограде сверх того в каждой станице стояла рота пехоты от гарнизона крепости и ну какое-то количество донских казаков ну так вот соседями анапских этих поселян были натухайцы и шапсугин эти племена как пишет федоров мало занимались хищничеством ну точнее скажем видимо окружение окружение кто жил с ними рядом ну и в конце концов еще при турецкой анапе они мало занимались хищничеством имея на своих равнинах хорошую почву земли вели выгодную торговлю с горными жителями и с русскими на кубани то есть посредническую где для этого были устроены при карантинах миновые дворы и вот как раз эти окружающие анапу жители во время управления поселением коменданта фон бринка старшины этих племен имели к нему особенное уважение надо сказать что в это время жители ближайших станицам аулов брали под покосы и посевы земли сколько кому было нужно по разделу старшин точно также право предоставлялась и поселя нам занимать земли по распоряжению станичного начальника указанию стариков то есть почему например конфликтный потенциал был низкий а земли было так много что никто никакого стеснения не чувствовал да то есть например анапским поселя нам и адыгам соседям делить было нечего всем хватало всего поэтому пишет федоров весьма часто случалось видеть на полевых работах поселянина рядом с черкешенкой поселянку рядом с черкесом из и за всем тем весьма весьма редко возникали какие-нибудь жалобы серьезных же происшествий во время его пребывания пребывания в крепости ни разу не случилось соседство царпсугов и натухайцев было даже более полезно чем вредно для поселения потому что соседние жители аулов этого народа всегда заблаговременно извещали коменданта о намерениях более отдаленных от крепости враждебных немирных племен и поэтому мы всегда знали вперед где будет нападение на покос или на пасть гускота на станицу или на колонну идущую ну и так далее так что ни одно злое предприятие против анапы неприятелям не удавалось то есть вот так вот самой крепости учреждена была три раза в неделю на площади миновая торговля сотовка ну или сотовка и федоров пишет от черкесского от черкесского глагола сату менять хотя мы поправим это по татарски по тюркски сату да ну что там в конце концов не сильно разобрался до по мнению главных начальников края эта торговля много содействовала уничтожению подвоза контрабанды доставив горцам средства приобрести честным образом соль и другие предметы которые были необходимы в домашнем быту ну что привозили черкесы на эту сотовку преимущественно мед воск баранье сало масло там коровье татарский сыр иногда баранов рогатый скот и вооружение по большей части древние со знаками и надписями времен под крестовых походов ну можно сказать что видимо охочим до каких-то редкости офицером они сбывали всякие завалы уже как бы старинного оружия которым саром сами не пользовались прознав что вот эти вот русские за него хорошо платят с немецкой войны которые остались северную каких-то кучей да но времен крестовых походов как это говорится да то есть панцири кольчуги шлемы на локотники луки стрелы шашки и кинжалы то есть ну нельзя сказать что они отдавали там разоружались нет них имелось там более современные образцы там может быть по металлу более качественные а вот всякие антиквариат они продавали на сотовке кроме денежных знаков червонцев голландских серебряных рублей полтинников ну то есть бумажные деньги горцы не принимали кстати голландские червонцы часто чеканили в россии тайма то есть их на кавказе все знали все принимали в турцию не уходили ну вот петербургский монетный двор этим занимался так вот все эти деньги югорцы хорошо понимали денежные единицы кроме серебряных рублей полтинников и червонцев золотых при определении цены между покупателем и покупателем была принята ценность одного пуда соли ну то есть 16 килограмм соли стоило 40 копеек то есть казино казенная цена то есть вот они часто еще на пуды соляны это тоже все перечисляли желавший делать покупки на сотовке заблаговременно приобретал за деньги в соленом магазине билеты на получение соли ну то есть заранее как бы там настолько то там пудов хочу столько в билете прописывалось количество и цена ну потом вот он с этим документом приезжал и соль получал в день сатувки ставился у крепостных так называемых русских ворот а их все могут увидеть кто был в анапе да у русских ворот особый караул который был обязан отбирать от приезжающих для торговли горцев оружия для этого были сделаны деревянные бирки с условленными знаками а именно с известным числом нарисованных масляной краской кружков и черточек и вот эту дощечку с кружками черточками пилили пополам вот перепиливали надвое так что если одну половинку приложить другой они совпадали письменности как-то чтоб не использовать читать писать мало кто еще умел поэтому вот там например красные там желтые зеленые кружочки палочки на дощечке и распилили вот потом если сложить все сходится то есть как это действовало одна часть бирки на оружие навешивалась ну то есть вот он сдал замотали привесили бирку на склад сдали другая давала владельцу и как только он уже обратно уезжал предъявлял эту бирку караульному унтер офицеру он шел в этот склад сравнивал складывал и обратно выдавал ему вот по этим половинкам его оружие вот ну соответственно вот еще на бирках были номера но это для русских уже там этих солдат и да то есть они тоже там надо сравнивали по цифрам или то есть папа кружочком после сотовки счет этот проверялся плац адъютантом ну и всячески там как бы следилось на сотовку с оружием допускался из горцев только один дежурный старшина который во время сотовки должен был находиться при дежурном офицере с переводчиком и вот эти три лица следили за порядком то есть ходили по рынку русский офицер черкесский старшина и переводчик между ними и там если какие-то жалобы недоразумения ну кто-то там не понял кого ну то есть вот они должны были разбираться если недоразумения не прекращались то давали знать коменданту ну правда как пишет федоров весьма часто достаточно было одного его появления для прекращения спора ну то есть он был так авторитетен и уважаем потому что горцы высоко уважали Егора Егоровича Бринка за его строгую справедливость при разбирательстве споров и жалоб за его бескорыстие радушное гостеприимство неустрашимость или лучше сказать доверие его горцам ну что значит неустрашимое доверие да пишет дальше случалось что человек до 30 вооруженных черкесов ночевали у него в комнатах ну то есть приглашал погостить к себе вот он был вместе с ними один часто и без оружия то есть вот вокруг него толпа вооруженных горцев ну и конечно нельзя не удивляться что своими вот рассказами авторитетом влиянием он как это пишется заставил горцев благоговеть перед именем нашего государя императора ну то есть видимо проводил с ними определенную идеологическую работу да и вот какие события упоминаются 6 декабря 1840 года день ты за именинство его величества скажем так день ангела да вот 26 почетнейших матухайцев и шапсугов за особым столом обедали у коменданта и пили шампанское ну в честь рождения честь не ангела государя вот дальше правда егор егорович к этому дню распорядился было приготовить черкесский напиток бакс бам максима бам максима как называют его шапсуги натухайцы и другие ближайших черному морю народа но после на послан для этого кунак воротился только восьмого числа ну то есть видимо в ауле заказали большую партию ну поехали ну и быстрее застряли опоздали не привезли тем более что оказалось что бы максима это не что иное как напиток делом и спроса и называемый у кабардинцев фатагуль а батарта по татарски вообще-то буза вот насчет фатагуле фатагуле достать то есть по максима фатагуль а так буза ну брага пиво проси но там иногда шмет туда добавляли кстати как плевались и мотивались англичане когда им дали попробовать у нас в одном из выпусков был там разные вариации короче говоря ну он как с уважением горцам учитывая все их там ментальные особенности ну там алкоголь там шампанское ну вроде как бы нельзя там исламские традиции поэтому будут пить свое природу чему привыкли но опоздали поэтому решили праздник не ломать и поэтому эти все старшины шапсугские натухайские пили шампанское за здравие государя и вместе с нами кричали ура при громе выстрелов из всех крепостных орудий а потом вечером был бал причем по окончании бала они танцевали лизгинку вот оно что да ну то есть вот они смотрели на все эти европейские там мазурки там кто там полный или еще там что а потом попросили ну видимо гарнизон там офицеры дамы гарнизонные семьи офицеры ну пожалуйста вы тоже станцуете как бы ваши танцы вот они танцевали лизгинку что никак не хотели делать в присутствии дам ну то есть вот эти вот урызкие жены вот нам как-то при них некомфортно танцевать ну как-то вот и вообще женщины на празднике ну как-то четкое разделение да было в адыгском обществе ну как-то напрягают нас эти жены офицеров но тем не менее все-таки исполнили они еще под звуки голоса одну пляску и песню с припевом то есть они лизгинку станцевали потом под звуки голоса еще что-то сплясали ну какой-то лучше что-то видимо раз он был активный танец спокойная да а потом песню с припевом исполнили все это по просьбе моей то есть офицера значит на другой день заведующий хором музыкантов положил на ноты то есть быстренько так сориентировались за этом день ночь вечер и уже как бы записали жаль кстати вот куда это все делось ладно у спальцера только видимо кстати вот об этих праздниках в анапе есть еще свидетельство теперь уже 6 декабря следующего 1841 года об этом уже следующем празднике есть упоминание в письме служевшего в анапе полковника николая трегубова ну то есть это регулярно было постоянно ну вот что пишет три губов моё знакомство с ними началось осени 1839 года а весной 1840 восстали же горцы все но у меня было столько кодаков что мои горцы остались совершенно целы в это смутное время без того и не знаю уцелела бы сама она по не верите но спросите сами горцев что они сохранили мирное отношение с нами и стоило бы описать тогда наш праздник 6 декабря 20 человек старшин 25 извиняюсь старшин пожаловали с поздравлением именинника падишаха год назад 26 теперь 25 в принципе те же самые надо было видеть с каким радушием они при звуке музыки и громе пушек вместе штаб и обер офицерами которых было у меня до 60 человек с бокалами в руках кричали ура и пили за здоровье русского падишаха а вечером были на бале надо было видеть их удовольствие им нравятся очень брюнетки ну то есть он заметил да якши матушка говорили они указывая пальцами на тех танцующих дам которые им особенно нравились но мы как-то в одном из выпусков упоминали опять же тюркизмы в языке адыгов да это нормально у них там это много было наполнен язык тюркизмами был хорошо то есть вот интересно по год назад мы при дамах танцевать не будем а тут уже как-то немножко подробно как танцуют как все здорово какие они хорошие особенно которые брюнетки черненькие жены офицер особенно не нравились до по привыкли то есть одним словом во время управления фон бринка но крепостью от этими анапскими поселянами жители пяти ближайших аулов изъявили покорность дали присягу мама надо вдали и это покорение не стоило ни одной капли человеческой крови то есть вот так спокойно отношения сложились кстати об аманатах мальчиков черкески как этот аманат кавказская традиция заложник гарант верности обмен ама заложник они как почетно когда живет учиться скажем так итак для аманатов при доме коменданта отведено было особое помещение командой аманатов состоявших но вот в мое время из 14 мальчиков заведовал поручик просолов а для обучения грамоты и для религиозных обрядов приглашён был мула получавший от казны денежное содержание то есть все четко все исполняли никакого там насилия никакого там давления и когда егор егорович фон бринк ну когда его произвели генерал-майор и и назначили на более но вышестоящим начальником вот уже ну убыл на другое место службы тогда на его место прибыл в анапу комендантом полковник федор филиппович рот российские немцы до егор егорович там федор точнее федор филиппович ну них конечно было там и немецкое имя отчество все как положено в россии обычно все это переделывали который по нравственным достоинством ни в чем не уступал своему предместнику такой же добрый внимательный честный и справедливый он не изменил ни одного распоряжения бывшего коменданта но напротив многое дополнил по указанию опыта и предполагал даже сформировать из шапсугов и тухайцев эскадром ну вот тот самый который мы упомянули что был в анапе анапский горский эскадром но мы сейчас это как-то обозначили но чуть чуть попозже потому что вот другой момент очень важен мы его упомянули то есть когда в анапе проходило время вполне по мирному положению то есть спокойно хорошо это там тысяча восемьсот там сороковой там сорок первые годы мы назвали да как пишет этот офицер дальше федоров другие батальоны нашей бригады 20 пехотной дивизии то есть полки тенгинский навагинский и вместе с ними черноморские линейные батальоны вели кровавую борьбу с горцами защищая занимаемые ими укрепления из которых некоторые погибли окончательно то есть вот чем парадокс то есть то время когда там все так было плохо на другой части побережья в анапе все замечательно да кстати ну поясним что здесь идет речь идет о штурмах который вот как раз конца 1839 и в начале 1840 года когда горцы собрали ополчение и напали на такие форты как вильяминовский это устье реки туапсе михайловский это устье реки в улан ну то есть там туапсе архипа усиповка современное лазаревское укрепление нетрудно догадаться современное большое сочи вот и укрепление николаевская которая стояла там горах на побережье станица шапсукска ну условно да а вот кстати навагинский форт но в самом сочи и головинске отбились и абинское укрепление месте современного бинска тоже но факт тем не менее был да то есть вот гибнут укрепления там страшная резня свалкой все остальное там михайловском укрепление вообще там все взорвалось взлетела на воздух да а тут а тут все а тут все по-другому тут баллы и тут якши матушка то есть вот так вот то есть по-другому чем объясняется такое отношение к русским именно вот у живших вокруг ну да то есть получается почему в анапе так а в тех местах сложилось все гораздо более трагично турки жили то есть ну как бы получается может еще опыт их общения с турками предыдущими ну да в чем-то конечно можно согласиться до виталий да это видимо их опыт сожительства еще и с турками сыграл какую-то роль в какой-то мере да но на мой взгляд еще надо учитывать такую вот вещь что огромную роль часто в отношениях адыгов с россией с русскими играл так называемый личностный фактор очень сильно все зависело от человека который был вот в этом месте в это время поставлен начальники но с теми же турками вот там же были разные анапские коменданты там паша там анапский один там другой у ладыгов тоже были разные отношения то есть с кем-то у них была вражда с кем-то у них была дружба она откровенная искренняя поэтому все таки видимо личностный фактор играл очень немаловажную роль вот опять же мы упоминали полковника николая трегубова вот но его письмо ну вот ну например его фрагмент другой от себя он пишет что я поселил уважение к нам которого они вовсе не имели называя нас грабителями то есть вы чужие вы пришли северные захватчики на наши земли в этом грабите нас вообще с какой стати мы должны к вам относиться хорошо говорили мы эти адыгские старшины они ему говорит даже так конкретно но вот а с вами все по-другому то есть при вас мы к вам нормально относимся и вообще будь всегда у вас такой губернатор говорили они мы поговорим покорились бы давно уже вашему падишаху а то ты уедешь и вдруг опять другое будет грабить нас снова то есть они говорят да если может быть предыдущие начальники были такие же у нас вообще бы конфликтов может быть и не было и они говорили ему дальше что а он говорит ну а что вы боитесь вообще ну в чем проблема они говорят мы боимся что у нас возьмут жены детей и поэтому вот если так то лучше мы умрем все но не будем вашими то есть вот эти вот вся вот эта определенная пропаганда что что собственно россия хотела от адыгов да что им там убеждали что вот придут русские они вас насильно покрестят что они там подбирают у вас кинжалы они там лишат вас привычного образа жизни традиции обычаи все будет запрещено там жен с ваших там эти шаровары снимут их обесчестят всех детей ваших заберут солдаты вас тоже всех заберут солдаты вместо тенжала в штыки будете носить ну и вот это все и так далее если они говорят но мы боимся вот этого вдруг это правда и поэтому мы таком случае лучше все умрем но будем с вами воевать ну если бы они знали что это неправда может быть и не воевали поэтому мне ну продолжает три года стоило труда убедить их что это все не так что все будет нормально и когда вы покоритесь нашему падишаху жизнь у вас пойдет совсем по-другому ну они услышали отвечали мы так твой падишах добра генерал не добра и ты добра ну вот и как вот с ними толковать то есть они вот выделяли что вот ну да вот есть добрый русский царь где-то очень далеко про которого ты нам рассказываешь ты с нами хорошо относишься а вот есть русские которые не добра и поэтому вот мы так вот с вами по-разному и общаемся то есть по сути здесь работала модель вот скажем так от русских от русского офицерства от русских чиновников кто ну как бы так скажем может быть с известной долей пафоса что кто был достоин кавказа а кто его был недостоин то есть вот проблема хорошего качества офицеров и чиновников для кавказа всегда была особой заботой в петербурге об этом знали старались конечно следить в том числе и цари лично вот в частности такая вот фраза что для успехов на кавказе есть три важнейших потребности люди люди и люди там не всякий годится говорил генерал головин наместнику кавказа генерал фельдмаршалу воронцову в разгар кавказской войны он говорит у меня часто хороших офицеров и чиновников мало мне вот они нужны они там пушки ружья это военная сила да тем более что да к сожалению кадровые проколы бывали да то есть попадались паршивые овцы которые несли скажем так народом кавказа такие достижения цивилизации в кавычках как поборы там взятки злоупотребление властью и так далее в некоторых местах это принимала такой очень нелицеприятный оборот но заканчивалось это восстаниями вот например часто но есть упоминание что чеченцы восставали в 1825 году не потому что их там этот бейбулат поднял а то что там какие-то приставы беспределили или что потом в 1840 году чеченя опять поднялась потому что у кого-то там переклинило давайте их разоружим смысле подбираем у них шашки и кинжалы зачем вот или говорят что вот эта вся тема с имамами дагестане ну там не и шамиль от предыдущих там перед ним там к зимула гамзат бег что там вот принципе замеренному дагестану очень сильно портил кровь там какой-то офицер по моему пристав карганов что он там ну там гарем себе устроил из девушек горских и так далее это дико конечно возмущало и поэтому это отталкивало от российских властей многих горцев которые казалось бы уже с ними наладили отношения это было кстати по этому поводу вот еще какие есть фразы фрагменты кавказская служба когда иная корова кто пришел подоил и ушел и клок сена не бросил от того бедная корова и чахнет так писал вот о таких деятелей которые приезжали кажется на заработки на кавказ один русский офицер по фамилии чайковский и писал это он как раз военному министру чернышеву своих заметках о кавказских горцах а генерал розан писал так не война раздражает ненависть горцев к нам война можно сказать их стихия они до нас и вообще как бы и без нас воевали но ненависть их к нам как я полагаю закалили наиболее чиновники которые смею сказать иногда без разбора назначались для управления ими не имея строгих правил честности они часто и скоростолюбия вовлекали горцев тяжбы запутывали их дела непонятным для них судопроизводством правых делали виноватыми грабили как одних так и других и этими злодействами вынудили многих обреща на вечную вражду с нами и напитали их ненавистью для искоренения которой не только но не нужно действия оружия сколько действия постоянной справедливости и так если развивать вот эту тему о русских достойных и недостойных кавказа вот еще пара свидетельств страшным последствием деятельности такого чиновничества недостойного кавказа было то что о чем князь гагарин произнес так народы прежде вполне нам преданные питают к нам лишь чувство тайны ненависти или презрения или непреодолимую недоверчивость да это негатив и мы его не будем скрывать но с другой стороны как говорится слава богу были другие русские кавказцы для начала можно вспомнить вот этого лермонтовского максима максимовича который кто даже знаете вот несколько читал произведения очень рекомендую посмотреть фильм советский еще фильм режиссера ростоцкого двухсерийные герои нашего времени там вот так все хорошо вот эта этнография показана а еще показано как максим максимич вот в этой среде когда они в мирной кабардинского приезжали что он он для них свой он прекрасно с ними находил общий язык вот такие типажи русских кавказцев они кавказ к россии как раз и притягивали но кто-то к сожалению отталкивал и вот вот максим максимыча тоже были они делали много во благо российской государственности на кавказе ну и свое дело делали хорошо вот один из них это лев иванович венеровский который служил приставом за кубанских мирных черкесов он был как говорили о нем храбр до безумия ну что ценят горцы тверд справедлив истинно любил своих горцев и делал им много добра и такие люди для азиатцев драгоценны и привязанность их к нему было безгранична вот как о нем писал один из декабристов своих декабрист беляев своих воспоминаниях декабриста пережитом и перечувствован он бывал на кубанской линии бывал в крепости прочный окоп проходил здесь службу ну и все видел своими глазами и вот это как раз его слова о льве венеровского то есть об этом достойном человеке кстати о нем есть хорошая статья историка сергея ктиторова называется она известная на кавказе по отличной храбрости штрихи биографии льва антоновича венеровского ну соответственно а как всегда ссылка в описании ролика да и кстати льва венеровского можно по праву считать непосредственным основателем армавира нынешнего так как именно он по приказу своего начальника значит начальника кубанской линии генерал заса 21 апреля 1839 года и осуществил переселение горских черкесских армян на левый берег кубани перед прочной окопской крепостью под ее защиту где вот на этом месте со временем и возник новый армянский аул ермел хабль или геор хабль и ну впоследствии который получил название армавир кстати вот ну ладно еще одно свидетельство причем как раз какое интересное здесь будет как бы заход с одной стороны генерал зас человек резко негативно воспринимаемый ну скажем так современной национальной среде а с другой стороны вот его ну как бы фрагмент документа автором который он был предположение о занятии войсками наших берегов лобы и где он высказал такую мысль в продолжение более 15-летнего служения на кавказе на поле брания я убедился что не война раздражает ненависть горцев к нам война можно сказать стихия их неоднократно после боя мне случалось видеться со сражавшимися со мной они без досады говорили мне о потерях своих и брат убитого с веселым лицом подавал мне руку вот это конечно сложно понять вот ту ментальность до горскую вообще кавказскую том числе и российскую военнослуживую но это было поэтому вот если мы об этом уже сказали обозначили что в анапе видимо вот такая мирная ситуация она часто была последствием деятельности справедливых хороших российских начальников